Дальнейшая судьба зуба зависит от двух факторов. От глубины скола и от специалиста, к которому вы обратились. Если глубина скола большая и он уходит глубоко вдоль корня под десну, то это скорее всего будет удаление. Я имею ввиду удаление зуба. Но если скол поверхностный или он ушел неглубоко под десну, то в этом случае, конечно, зуб можно спасти. И самой щадящей, быстрой и недорогой технологией в этом случае будет, конечно, реставрация. Так как реставрационные материалы были специально созданы для этих целей. В этом случае врач уберет осколок, уберет старый пломбировочный материал и подготовит край десны, не буду перезаписывать, под будущую реставрацию. И в этом случае врач поступит мудро, если в канал поместит штифт, чтобы материал держался как за оставшуюся стенку, так и за корень благодаря этому штифту. И вот здесь вступает в силу второй фактор. Специалист. Если врач уже долгое время работает с реставрациями, если он знает всю технологию, как свои пять пальцев, если он может очень хорошо закреплять материал на зубе, укреплять сам зуб за счет материала, то, конечно, вы получите очень и очень хороший результат. Если вы попадете в врачу, который реставрациями в принципе не занимается, в этом случае вам могут быть предложены другие стандартные методы лечения, стандартные методы спасения зуба, как то, например, коронка или зуб на вкладке. Надеюсь, ничего не усложнил. Если есть вопросы, задавайте.